53 года назад Энгельская земля встретила первого космонавта Земли. Это место теперь объект паломничества всех жителей России. Ежегодно в апреле здесь проходят массовые мероприятия. Не первый год областные чиновники заявляют о том, что комплекс необходимо привести в порядок и сделать его визитной карточкой региона. Но пока эта визитная карточка удопает в мусоре и лишь позорит область. Подробности в материале нашей программы. Невзрачный указатель на федеральной трассе. В трех километрах от него находится место, куда в апреле 1961 года приземлился первый космонавт планеты. Своего рода визитная карточка Саратовской области, говорят чиновники, которая доступна каждому жителю. Логично, что и состояние должно быть соответствующее. Я вот недавно был там, буквально где-то полтора месяца назад. На мой взгляд, состояние приличное. Там очень много объектов интересных. И это подтверждается тем, что на день космонавтики туда приезжает, ну, я думаю, не менее 6 тысяч человек ежегодно. На деле этому месту далеко до культурного памятника региона. Чисто и ухоженно здесь бывает разве что 12 апреля. Туристы в обычный день бывают редко. А те, кто посетил место, в шоке. У памятника нормально, а рядом на стоянке очень много мусора. Бутылки, пластиковая посуда, всевозможные пакеты. Такого добра на территории всего комплекса немало. Этот мусорный бак уже стал звездой экрана. В середине июня очевидцы сняли о нем и лежащем рядом с ним мусоре видеоролик, в кадр которого случайно попал и памятник первому космонавту. Около памятника мусор валится. Вот, пожалуйста. Мы встретились с автором видеозаписи спустя две недели. Горы мусора, по его словам, убрали. Но лишь тот, который увидели. В высокой траве бытовые отходы, видимо, не разглядели. Вот трава, она не кошена. Ну, это вопрос, почему это его не делается. Тем временем чиновники областного Минспорта активно привлекают к этому месту туристов, ярко и красочно представляя его на специальных выставках. Говорят, за годы, пока объект был в собственности региона, привести его в божеский вид не позволила банальная причина – отсутствие денег. С стороны нашего министерства финансирование не ведется этого объекта. Мы планируем его включить в федеральную целевую программу, которая действует до 2018 года. В рамках нее возможности финансирования за счет федеральных средств. Но для этого нужны инвесторы. То есть должен быть готовый проект, должна быть оформлена земля, должно быть гарантированно финансирование со стороны инвесторов. И только тогда возможно вступить в эту программу и получать федеральные средства на развитие. Однако на данный момент инвесторов готовы положить достаточно серьезную сумму в этот проект не имеется. Проект есть. Он включает в себя целый комплекс с сетью объектов туристической инфраструктуры. Правда, стоит это все даже не один миллиард рублей. По словам жителей, здесь и не нужно многого. Достаточно лишь привести место в порядок и следить за ним. Нигде в мире больше нет такого места, понимаете. И хотелось бы, чтобы было оно устроено побольше мусорных бачков, чтобы человек положил этот мусор и, соответственно, службы убирались. И памятник Юрию Алексеевичу Гагарину. Не надо делать косметический ремонт. Надо сделать хорошо и надолго. Не хватает здесь беседок, где люди могли бы спрятаться от дождя, от снега. В региональном министерстве спорта говорят, ежегодно на туризм выделяют лишь 500 тысяч. На содержание подобных комплексов их недостаточно. Говорят, единственная надежда теперь на Москву. Ведь от памятника уже они открестились, передав его в федеральную собственность. Александр Филин, Станислав Жижин, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.